Приветствую вас, друзья, на канале Даниэла и Ларисы. Как вы поняли по этому бесчисленному количеству банок, сегодня мы будем готовить сыр. И мы с Ларисой начинали свою карьеру сыроваров самых сложных сыров, с пармезана и с бри. Пармезан у нас правда получился с первого раза, а вот с бри пришлось поиграться очень крепко. Сегодня мы хотим сделать сыр, то есть это не какой-то классический сыр, это обычный домашний деревенский или крестьянский можно его назвать сыр. То есть это самый простой рецепт, мы его нигде не вычитывали, а просто в процессе нашей сыроварческой карьеры, так сказать, мы думали, вот как плохо, что мы начали с чего-то сложного, хорошо было бы начать с чего-нибудь попроще. И вот этот вот рецепт, я понимаю, что как бы перечитав очень много рецептов сыров, я понимаю, что это обычный классический домашний сыр, который готовили в той же Италии, в каких-то южных регионах, там где реально много молока, которые готовили просто крестьяне в своих семьях для себя. Рецепт на самом деле очень простой, и если вы начинающий сыровар, я вам рекомендую начать именно с этого рецепта, так как в нем наименьшее количество заморочек. Мы приготовили 20 литров молока и будем варить из 20 литров молока. Соответственно, пропорции мы будем в процессе приготовления добавлять воду, чтобы с нее снижать кислотность сыворотки. И также пропорции ферментов и закваски. Если вы готовите из 10 литров, то вы рассчитываете на 10 литров. Если из 20 литров, то, соответственно, на 20 литров. У нас есть вот такая вот сыроварня, но не пугайтесь, ничего в ней сложного нету. Это обычная водяная баня. Поэтому, если у вас сыроварни нету, вы можете брать обычные две кастрюли. Допустим, 10 литровую кастрюлю непосредственно для приготовления сыра и 15 литровую кастрюлю для водяной бани. Вы в большую кастрюлю набираете немножко водички, так чтобы, когда туда ставишь меньше, меньше соприкасалось с этой, не с дном большой кастрюли, а именно соприкасалось с водой. И в большую кастрюлю ставите на газ и получаете самую обычную, простую домашнюю водяную баню. Первое, что нам надо делать, естественно, перелить молоко. Замечу, обычно, когда мы делаем сыр, мы снимаем сливки с него. В этом сыре мы как бы, ну, это не то, что эксперимент. Так можно делать, мы просто так делаем тоже первый раз, мы сливки не собираем. То есть, вот все молоко, это молоко вечернего удоя. Да, еще как бы хочу сказать, что молоко не должно быть только из-под коровы. Молоко должно отдохнуть после удоя, ну, хотя бы 12, а лучше 24 часа, наверное. Ну, все зависит от температуры на улице. Ну, в общем, это у нас вечерний удой. Вчера вечером наша хозяйка подоила корову и сегодня утром принесла нам молочко. Оно остывшее, в нем поднялись сливки, причем поднялись, вот видно, очень хорошо, четкая граница. Мы сейчас все это дело перемешиваем, то есть, сливки обратно смешиваем со всем молоком и будем наполнять водяную баню, друзья. Вот так вот, просто ложечкой в каждой баночке сливки перемешиваем с молоком. Почему? Потому что сейчас мы его будем процеживать через марлечку и если сливки не перемешать, то большая их часть останется на марлечке. Используем вот такой вот друшлячок для процеживания и марлечку. Это делаем для того, чтобы в сыр не попали никакие посторонние предметы, которые могли попасть в молочко во время процесса дойки. Ну, когда доили коровку. Мы перелили молочком и теперь нам надо включить нагрев и подогреть его до температуры 36 градусов. Лариса выставляет на термостате нужную температуру. Если вы готовите на плите, то просто включаете медленный огонь. Наша задача подогреть его не резко. Молоко на водяной бане, чтобы где-то в течение получаса молочко достигло температуры 36 градусов. Температуру молока обязательно контролировать с помощью термометра. Вот, как видите, покажи, пожалуйста, термометр. Вот такой же термометр. Он крепится на клипсе, может крепиться на край кастрюли, также на край сыроварной. Купить его можно на сайте 413.com.ua. Очень удобный сайт, который продает и оборудование для домашнего сыроделия, и, собственно говоря, сами ферменты, закваски, наборы. Накрываем кастрюльку или сыроварню крышечкой и ждем, пока температура достигнет 36 градусов по Цельсию. Температура молочка достигла 36 градусов, и теперь нам надо добавить заквасочку. Высыпаем закваску из пакетика на поверхность молока. Причем следите, чтобы количество закваски было рассчитано на то количество молока, которое вы используете. Обычно закваски бывают на 3, на 5, на 10 и на 20 литров. Так как мы не собирали сливки, перед тем, как добавлять закваску, нужно перемешать молоко, чтобы пленки не было на поверхности. Просыпаем закваску по поверхности молока и ждем где-то минуту, ждем где-то минуту для того, чтобы она регидрировалась, то есть напиталась жидкостью, так как она сухая. После этого тщательно перемешиваем молоко и оставляем его на 30 минут. Закрываем крышечкой и оставляем на 30 минут и поддерживаем при этом постоянную температуру 36 градусов. Сейчас не будем затягивать ролик, подождем минуту, пока она регидрируется. Лариса перемешает ее, накроет крышечкой и на 30 минут оставляем, чтобы закваска заквасилась. Полчаса и стекло, друзья, и пришло время вносить ферменты. Для этого растворяем их в юмочке чистой, кипяченой, охлажденной водички. Ну или фильтрованной. 50 миллилитров водички. Ну, юмочка как раз 50 миллилитров. Скажу тебе, как человек, знакомый с юмочками не понаслышке. Вносим ферменты в молоко и включаем секундомер. Для того, чтобы нам определить точку флакуляции и не прощелкать, ну не пропустить время образования сгустка. Мы включили секундомер и где-то юмортировочно через 10 минут мы начнем тестировать молоко на начало образования сгустка, то есть на точку флакуляции. Естественно, тщательно перемешиваем все. Молоко со сливками выглядит совершенно по-другому. Вот в процессе варки эти сливки постоянно поднимаются наверх. Мне очень интересно, какой у нас получится сыр. Вот очень многие зрители, мы готовим постоянно все сыры и снимаем сливки, чтобы избежать горечи в конечном продукте. Ну и, собственно говоря, так по технологии делается. Очень многие зрители возмущаются, зачем вы переводите продукты, зачем вы снимаете сливки, так не надо делать. Ну действительно так не надо делать, когда готовишь обычный домашний сыр. А если ты готовишь сыр по точному рецепту того или иного сыра, там допустим гауду или тильзитер или голландский сыр какой-то из сортов, то везде надо снимать сливки. Ну вот интересно, как бы у нас в этот раз должен получиться обычный простой деревенский сыр. Полутвердый он будет. То есть я так подозреваю, что он будет наподобие какого-нибудь российского или вот есть у нас в магазинах сливочный сыр. Так и называется сыр вершковый. Ну вот я думаю, что это будет что-то такого плана. То есть он должен быть мягкий. Помимо этого мы его будем солить несколько раз. Вначале мы будем солить зерно, потом будем солить уже всю головку в рассоле. Ну в общем, пока вот... Да, друзья, секундомер мы запустили. И где-то через 10 минут начнем определять точку начала образования сгустка. Очередной сюрприз от молока со сливками прошло 4,5 минуты и уже как бы началась флокуляция. То есть мы положили крышечку, через 4 минуты Лариса только положила крышечку, она уже схватилась. Но в общем, если вы не знаете, как определять точку флокуляции, я сейчас вкратце расскажу. Берем крышечку, тщательно ее моем, отдаем кипятком и ложим на поверхность молока. Пока не началось образование сгустка, эту крышечку можно прокручивать, она как каруселька крутится. Как только сгусток начинает схватываться, крышечка сразу же прилипает к молоку. Вот покажи, пожалуйста. Ее провернуть сейчас уже нельзя. Да, она прилипла полностью. Используем мы временной коэффициент. Будем использовать при такой короткой начале флокуляции, наверное, 3,5. Ну или мультипликатор, как называют сыровары. То есть, что мы сделаем? У нас есть время 4 минуты. Мы умножаем его на 3,5. Это 12... 14 минут. И по идее, от начала, от внесения ферментов, образование сгустка у нас займет 14 минут. Ну, конечно, я с таким коротким временем еще никогда не сталкивался. Но будем проверять сгусток на отделение. Во всяком случае, время мы засекли. Как бы флокуляция, образование сгустков, сгусток начал образовываться через 4 минуты. Ну, для меня это, конечно, какой-то вообще полный парадокс. Я такого еще не встречал. Но, опять же таки, повторяю, мы еще никогда не делали сыр с сливками, не снимая сливок. Поэтому рассчитываем на то, что сгусток образуется через 14 минут. Ну, и посмотрим. Будем уже проверять на чистое отделение. То есть, просто ножом разрезать, насколько он будет резаться, насколько он отделится от краев кастрюли. Естественно, вам все это покажем. А пока время идет. Еще, друзья, хотел сказать такую важную вещь. После того, как мы внесли ферменты, мы прекращаем нагрев. И за время, пока у нас образовывается сгусток, он у нас должен постепенно остывать. То есть, желательно, чтобы он охладился до температуры 33-34 градуса. Но так бы и произошло, если бы сгусток не образовался так быстро. Ну, уже будем исходить из того, что мы имеем. Нагрев мы выключили. И до скольки опустится температура. Ну, может, она упадет на градус, может, на полтора. Но, в любом случае, она должна немножко упасть. И, друзья, после образования сгустка нам надо будет понижать кислотность. То есть, когда мы порежем сгусток, нам надо будет понижать кислотность. Поэтому нам надо приготовить кипяченую воду и охладить... Ну, вскипятить воду и охладить ее до температуры 40 градусов. В количестве 3 литра на каждые 10 литров молока, которые мы использовали. Поэтому у нас как бы начал образовываться сгусток. В это время мы берем кастрюльку с кипяченой водой или подогреваем ее. Мы подогреваем фильтрованную артезианскую воду. Либо, если вы заранее, то делайте кипяченую. Вскипятите ее заранее и остудите до температуры 40 градусов. Так, чтобы к тому моменту, когда вы порежете сгусток, у вас под рукой было нужное количество воды. Из расчета, повторяю, 3 литра на 10 литров молока. За 15 минут, друзья, образовался очень плотный сгусток. Смотрите, проверяем его на чистое отделение. Он разрезается ножом полностью. И он полностью отстал от стенок кастрюли. И между стенкой кастрюли и самим сгустком уже есть прослоечка сыворотки. Значит, наш сырный сгусток готов. И мы можем приступать к его порезе. Для того, чтобы порезать сгусток, мы используем специальную лиру, которую можно приобрести в интернет-магазине 413.com.ua. Также она продается, я думаю, что в любых интернет-магазинах, которые занимаются товарами для домашнего сыроделия. Сгусток действительно получился очень плотный такой. Я смотрю, у нас со сливками много сюрпризов ждет. Нам надо полностью порезать сгусток на кусочки... Ну, вот тоже меня всегда удивляют. Во всех рецептах пишут, порезать сгусток на кусочки 1,5-2 см. Да просто его надо измельчить не очень мелко. Потому что порезать на кусочки 1,5-2 см... Ну как? Я сыр могу порезать на кусочки 1,5-2 см. А как эту желейку порезать на кусочки 1,5-2 см? Поэтому мы берем с помощью лиры в течение 10 минут, вот таким вот образом, его измельчаем. Сгусток нарезан. И оставляем его, накрываем крышечкой и даем ему отдохнуть в течение 10 минут. Накрой его крышкой. Все красивенько было. Прошло 10 минут. Мы дали нашему сгустку отдохнуть. Теперь с него надо слить 200 мл сыворотки на каждые 10 литров молока. То есть в нашем случае мы сливаем 400 мл сыворотки. И начинаем перемешивать наш сгусток в течение 10 минут. Нам надо его перемешивать и измельчать в это время. В конце, ну по прошествии 10 минут, нам надо, чтобы зерно сырное измельчилось до размеров 5-7 мм. Вначале это делаем лирой, а потом венчиком. Можно венчиком, можно ложкой. Ну вот Лариса сейчас покажет, как мы его измельчаем. Вот такая вот кропотливая работа, друзья. Причем его надо не сразу измельчить, а все именно вот мешать, пока молочко нагревается, мешать и измельчать именно в течение 10 минут. Ну там плюс-минус пару минут. Лучше плюс, чем минус. 10 минут каторжных работ Ларисы привели к тому, что зерно измельчилось. Теперь, друзья, прекращаем измельчать. Напомню, у нас должно быть подготовлена вода температурой 40 градусов. Из расчета 2,5 литра на каждые 10 литров молока. 2,5-2,6 вот так вот где-то. Сейчас мы отбираем сыворотку из расчета 3 литра на каждые 10 литров молока. То есть мы готовили из 20 литров молока, значит отбираем 6 литров сыворотки. Этот процесс называется понижение кислотности. И, друзья, если вы еще не знаете, что надо делать с сывороткой или что можно сделать, кроме того, как выпить или споить каким-нибудь друзьям, то у нас есть замечательный рецепт из сыворотки, готовится сывороточный сыр рикотта. Ссылку на этот рецепт я размещу в описании этого видео. Сыр очень вкусный, его можно использовать, но мы его в частности добавляем в него какие-нибудь специи, допустим, паприку, зелень, чесночок и используем в качестве бутербродной помазанки. Очень вкусно получается, очень толковая штука. Также можно использовать его в кондитерских целях. Допустим, наша дочка из рикотты готовила нам чудесный чизкейк. Мы, кстати, его тоже как-нибудь приготовим. А пока наша задача отобрать 6 литров сыворотки. Отобрали. Заливаем теперь подготовленную воду, разогретую до температуры 40 градусов. Из расчета 2,5 литра на каждые 10 литров молока. Эта сыворотка, которая у нас сейчас остается, она тоже впоследствии пойдет на приготовление рикотты. То есть не только ту, которую мы отобрали, а и ту, из которой мы разбавили водичкой, из нее тоже можно делать рикотту. И, друзья, начинаем мешать 15 минут, перемешивать наше сырное зерно. И в процессе перемешивания продолжаем его измельчать. Через 15 минут у нас должно получиться зерно фракцией где-то 5-6 миллиметров. То есть меньше, чем после первого перемешивания. Вот так вот Лариса его просто ложечкой мешает. Если попадаются крупные кусочки, она его об стеночку разминает. А через 15 минут Ларисыных каторжных работ, не любит она это дело, мешать сырное зерно. Ну, я и сам не люблю, если честно. Но меня не заставишь, а Ларису можно заставить. В общем, мешаем 15 минут и параллельно измельчаем его до фракции 5 миллиметров, чтобы размер зерна был где-то средним 5 миллиметров, плюс-минус, естественно. 15 минут Лариса еще перемешивала сыр и как бы зерно измельчилось. Настало время сливать сыворотку. Сейчас буквально за полминуты зерно очень быстро оседает на дно. Нам надо слить сыворотку и после этого будем помещать сыр в форму. И первое, что мы с ним будем делать, это самопрессование. То есть процесс самопрессования будет проходить тоже в водяной бане. То есть мы оставляем такой же нагрев, как у нас стоял. Вот у нас, она поддерживала температуру 36 градусов. Такой же нагрев и оставляем. Единственное, что мы поместим сыр в форму. Поместим ее в форму, поставим в саму водяную баню, чтобы она находилась в тепле. И полчаса будем прессовать сыр. То есть он будет самопрессоваться. За полчаса нам его в форме надо будет два раза перевернуть. После этого мы его уже достанем из формы и будем прессовать с помощью груза. А пока сыр будет прессоваться, друзья, нам надо приготовить рассол для того, чтобы засолить готовую головку сыра. Я в каждом видео рассказываю рецепт рассола. Наверное, надо будет снять отдельное видео по приготовлению рассола. Вот Лариса меня убеждает, и я всю ленюсь. Ну, собственно говоря, нам нужен 20% рассол. Для этого мы растворяем в 4 литрах воды килограмм соли и доводим эту смесь до кипения. Остужаем до комнатной температуры и процеживаем через марлечку. Потому что в соли обязательно попадаются какие-то песчинки и какая-то подобная штука. Она нам в рассоле не нужна. Добавляем 5 мл 6% уксуса и 5 г сухого хлористого кальция. Все это тщательно перемешиваем, и у нас получается рассол, в котором мы можем засаливать головки с сыром. Этот рассол можно использовать несколько раз, но нам удавалось, так как мы готовим сыр каждую неделю, 3-4 раза его использовать. А пока мы сливаем сыворотку, мы будем засаливать еще и зерно. То есть мы не только головку будем засаливать, как обычно это делаем, а в данном случае мы готовим домашний сыр, он сливочный, и будем засаливать еще и зерно. И по поводу вызревания этого сыра, естественно, я в конце видео скажу, как он должен вызревать, скажем так. Но вызревает он очень быстро. То есть как раз домашний сливочный сыр, это тот сыр, которым вы сможете наслаждаться уже через неделю после приготовления. Тут нет долгих месяцев ожидания, нету как бы... Ну, в общем, не надо долго ждать, не понимая, что у вас получилось. Реально через неделю после того, как вы сварили сыр, вы уже сможете наслаждаться вкусом прекрасного домашнего сливочного сыра. Я сейчас помогу Ларисе слить всю сыворотку, потому что там надо держать под углом саму кастрюлю, чтобы удобно было собрать. И мы перейдем к засолке. Мы слили сыворотку и теперь нам надо зерно засолить. При этом мы его оставляем на водяной бане, чтобы оно не остыло. Солим из расчета 1-1,5 чайной ложки на 10 литров молока. Важно, чтобы соль была не ядированная. Потому что ядированная соль сразу же убивает все ферменты в сыре. И для приготовления рассола тоже важно, чтобы соль была не ядированная. Потому что процессы йод нарушит процессы созревания в сыре. И он не созреет так, как нужно. В нем все ферменты погибнут, бактерии, которые участвуют в этих процессах. После того, как мы соль просолили, мы сразу же его выкладываем в форму. И оставляем, как вы видите, зерно очень быстро прессуется. Вот поэтому его не надо вынимать из водяной бани. Потому что если его вынуть из водяной бани, то оно остынет, слипнется. И потом уже не спрессуется в нормальную полноценную сырную головку. Выкладываем зерно в форму и разравниваем его. Разравниваем по форме. Может, и металлическую ложку дать? Чтобы удобнее было. Это и быстрее. Да. Да, он очень быстро застывает, потому что температура понизилась. Разравниваем и немножко приминаем. Теперь надо хорошенько разравнять, Ларис. Уже не заморачивайся с теми мелкими кусочками. Хорошенько разравнивай. И уплотняем. Ничего не должно пропасть, наш девиз. И, друзья, мы его таким образом, вот прям в водяной бане, чтобы он не остыл, оставляем на 30 минут на самопрессование. За эти 30 минут нам его в форме надо два раза перевернуть. Все таким вот образом уплотняем наш сырочек. Чтобы наша форма не стояла в воде, мы ее поднимем немножко над уровнем. У нас есть вот такая волшебная решеточка. Вот таким вот образом. Накрываем все это крышкой. Оставляем на 10 минут. Через 10 минут переворачиваем первый раз. И потом через 10 минут второй раз. И потом уже приступим к обычному прессованию при комнатной температуре. Прошло 10 минут, друзья, и нам надо перевернуть наш сырочек. Он у нас самопрессуется, как вы помните. Берем вот такую вот штучку. О, хорошо прессуется. Я боялся, что будет плохо. Держи, пожалуйста. Накрываем. Переворачиваем. И сверху накрываем формочкой. Вот таким вот образом. Немножко поправляем, так как формочка немножко коническая. Чтобы он в нее нормально поместился. Сыр еще очень мягенький. Еще раз приморачиваем. Опа. И на 10 минут опять оставляем прессоваться. Через 10 минут повторяем процедуру. И после этого будем доставать его уже из водяной бани. Напомню, сейчас у нас водяная баня греется температурой 36 градусов. А через 10 минут мы уже достанем сыр из водяной бани. И будем прессовать его при комнатной температуре под грузом. Накрывай. Прошло еще 10 минут, друзья. Самопрессование на этом закончено. Ну, во всяком случае, будем так считать, что оно закончено. Я так думаю. Вынимаем. Упс. Немножко не с руки мне здесь было. Сыр из формы. Еще раз его переворачиваем. И будем ставить его под пресс. Держи вот это. А это для меня. Еще раз, друзья, его переворачиваем. И будем ставить под пресс. Первый этап прессования мы будем делать весом 2,5 килограмма в течение часа. Вот так вот. Очень мягенький такой. Дальше перевернем. Оставим туда. И провалился. Ставим поршень. Берем вес. Сыр я приготовил 2,5 килограмма. И так оставляем на час. Следующий. Через час нам надо будет добавить вес. Будем добавлять до 7,5 килограмм. И на сколько мы его еще оставим? Часа на 3, думаю, да? Ну, он думает, что он хорошо спрессовался. То есть, на час весом 2,5 килограмма. Потом добавляем 5 килограмм. Общим весом 7,5 килограммов. Еще на 3 часа. И после этого перейдем к засолке. Через час, друзья, мы переворачиваем наш сыр. Он достаточно мягкий. Хорошо прессуется. Вообще, очень-очень простой в работе сыр. И действительно, начинать с него, на мой взгляд, это просто удовольствие. Мне надо было тоже, когда я когда-то давно начинал делать сыры, начинать именно с такого вот самого простого сыра. Попробуй руками его просто перенести в форму. Потому что мы уже забрали вторую эту. Нет, наверное, все-таки положи его на это, вверх ногами, да. И теперь одевай формочку. Таким вот образом переворачиваем его. Надеваем сверху формочку. Все, можешь брать, переворачивать. Он уже опустится под своим весом. Вот так вот. Чик. И теперь весом 8 килограмм, друзья, прессуем его в течение двух с половиной-трех часов. После этого сыр можно будет засолить и положить на обветривание и созревание. Через три часа я расскажу, как все это правильно сделать. Наш сыр, друзья, прессовался три часа. Посмотрим, что у нас получилось. И засолим его. Ну, какая красота. Можешь подать весы? Сразу же взвесим. Очень красивая головка сыра, но достаточно мягкая. Не знаю, насколько она должна быть мягкой, но сыр реально очень мягкий. Сейчас взвесим, сколько получилось. Если ему интересно. 2 килограмма 50 грамм сыра у нас получилось. Итак, друзья, отправляем его на засолку в заранее приготовленный рассол. Солить будем 3 часа на каждый килограмм сыра. Сейчас я в утру руки. Время от времени, так как сыр плавает, время от времени, я думаю, что каждые 2 часа его надо переворачивать. После этого мы сыр обсушим в холодильнике на верхней полке в течение 2 суток. Он должен покрыться тоненькой корочкой, потому что сыр со сливками, эта корочка должна стать жирной. После этого сыр будет созревать тоже в холодильнике на самой верхней полке, на самой теплой, естественно, в течение 5 суток. Я думаю, что этого будет достаточно. Ну и, грубо говоря, через неделю, через 7 дней, 2 дня он будет обсыхать, 5 дней он будет созревать. Мы его попробуем. После этого сыр можно употреблять в пищу и можно хранить просто в холодильнике, завернутым, ну, главное, не в полиэтиленовый пакет, можно завернуть им просто в пергаментную бумагу. Если вы хотите дать этому сыру созревать дольше, то через 5 суток, ну, после того, как он, как бы, начальный процесс созревания закончится, можно его покрыть латексом либо упаковать в пакет для созревания сыра. Если вы делаете это в холодильнике, то лучше в пакет, тогда вам не понадобится поддержание дополнительной влажности. Если вы делаете это в камере для вызревания сыров, то, конечно, лучше пищевым латексом покрывать сыру. Кстати, у нас есть видео, как покрыть сыр латексом. И если кто-то захочет покрывать сыр, ссылку на это видео я размещу в описании ролика. Ну вот, друзья, такая штука. Через неделю отдельно снимем дегустацию домашнего сыра, домашнего сливочного сыра, который приготовлен по классическому рецепту. Как видите, мы использовали и закваску, и ферменты. Именно для домашнего сыра мы его купили в интернет-магазине «Заквасочка» как готовый набор. Работает очень быстро. Вот не знаю, какие-то ферменты такие термоядерно-бешеные. Но если у нас через 4 минуты начал уже образовываться сгусток. Но, во всяком случае, попробуем на вкус. Я вам расскажу, что получилось. Естественно, покажу все разрезы. И, собственно говоря, расскажу о вкусовых качествах этого сыра. Что я хочу отметить? Первое. Этот сыр очень простой в изготовлении. Реально очень простой. Рецепт мы, собственно говоря, делали практически свой. Мы его составляли из нескольких рецептов. Ну вот, я же говорю, это такой эксперимент. Эксперимент онлайн. И надеюсь, что он получится. И получится очень вкусный сыр. Если вы начинающий сыровар и хотите только попробовать свои силы в изготовлении домашних сыров, то тогда вам надо, вам хорошо будет начать с этого рецепта. А потом уже совершенствовать свое искусство, так сказать, с более сложными сырами. Ну, друзья, и на этом мы будем заканчивать. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Также очень надеюсь, что домашний сливочный сыр у вас получится. Естественно, как я уже говорил, мы проведем дегустацию и покажем, что получилось у нас. А я, друзья, прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Пока.